Определить дальнейшую судьбу инфекционного отделения. С этой целью депутаты окружного парламента отправились в медучреждение. Вместе с законотворцами выяснить, как долго деревянная постройка, несоответствующая времени и во многих случаях санитарным нормам будет принимать пациентов, отправилась и наша съемочная группа. Инфекционное отделение Ненецкой окружной больницы располагается в здании, построенном еще в прошлом столетии. Его состояние требует принятия скорейших решений. Минувшей зимой даже при горячих батареях в помещении было очень холодно. Если другие подразделения больницы, разместившиеся здесь, скоро отметят новоселье и переедут в новый диагностический комплекс, то по инфекционному отделению вопрос остается открытым. Должен быть предбоксник, чтобы воздушно-капельная инфекция нам никуда. И риск, допустим, для пациентов, находящих в нашем отделении, он должен быть безопасен для других, чтобы они… Вот воздушно-капельная инфекция поступает нам, чтобы они не инфицировались и действительно находились в застойных условиях. У вас были проверки и подтверждающие, что ваши ключи не отвечают установить требования? Ну, у нас были, конечно. Яхты не подтверждаются, да? Конечно, у нас же есть санпины, по которым должны быть требования к определенному инфекционному отделению. Да, какие у нас должны быть боксы. Депутаты детально оценили состояние отделения. Ведь цель визита – определиться, какую точку зрения нужно выработать парламентскому корпусу, с тем, чтобы инфекционное отделение работало в современных условиях. Мы сейчас идём за то, чтобы всё-таки инфекционному отделению, несмотря его не на такую малочисленность, до 30 человек, это на 30 коек, да? Всё-таки это архиважное отделение. Поэтому вот сейчас, когда надо расставлять приоритеты в строительстве, как и в системе здравоохранения, так и в системе образования, как и в системе социал, и когда нужно решать жилищные вопросы для разной категории граждан. Подрочительный взгляд законотворцев попала и Единая регистрационная служба звонков, так называемый колд-центр, которая располагается в более комфортных условиях. Единая регистратора, добрый день, я вас слушаю. Ирина Булыгина работает здесь с самого начала, с 1 марта 2013 года. За рабочую смену принимают в среднем 500 звонков. Проблем в работе сотрудники не отмечают, поэтому визит законодателей сюда стал больше ознакомительным. А вот по инфекционному отделению принято решение вынести вопрос для дальнейшего рассмотрения парламентариями.